Добрый день, дорогие друзья! Дуброва музыка 2020, день 9. И сегодня у нас в вечернем концерте фьюжн-группы Четман. И мы по традиции берем наше интервью основателя коллектива Михаила Мини. Здравствуйте, Михаил Александрович. Добрый день. Мы рады, что вы предели наше предложение. И у нас список традиционных вопросов для всех хедлайнеров. И начнем мы вот с чего. Вы прожили уже долгую жизнь достаточно. Но всегда музыка имела какое-то место в вашей жизни. Расскажите, как произошла ваша эволюция. Потому что вы занимались разными видами музыки. Последний ваш ролик, к удивлению публики, посвящен академической музыке. То есть классической гитаре. Это вообще такой очень интересный заход. То есть вы продолжаете эволюционировать. Поэтому можно с самого начала? Как вы формировались? Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, хочу поприветствовать всех зрителей и всех, кто смотрит концерты онлайн нашего фестиваля в Дубраве. Хочу сказать, что у меня на самом деле был порядка 10 лет перерыва. И я вообще к музыкальному творчеству не подходил никак. И даже у меня не было инструмента дома. Это произошло после того, как в конце 80-х годов, когда мы все ждали того, что произойдет серьезный скачок в развитии, когда появилась определенная свобода для творчества, и вместо того, чтобы появилось огромное количество фонограммной попсы, и это многих повергло в уныние, а я просто перестал заниматься музыкой. И это продолжалось порядка 10 лет, вот где-то с 90-го по 2000-й год. Потом, вот для всех начинающих музыкантов, хочу сказать, то у меня произошла одна встреча историческая. Я с одним очень мудрым священнослужителем общался. И когда он меня спросил, вы же занимались музыкой, вы сейчас практикуете? Я говорю, нет. И вот вообще, то есть даже у меня инструмента нет. И он мне сказал, что это очень плохо, потому что Господь вам, если дает какой-то талант или способности, то их нельзя зарывать в землю. Это совершенно неправильно, потому что многим людям не даны никакие таланты. Поэтому вот я потом постепенно стал все эти навыки восстанавливать. И совершенно право, вплоть до того, что даже восстановил немножко навыки академической музыки. А я начинал именно как классический гитарист и учился в музыкальной школе здесь, в Загорске, ныне в Сергиевом Посаде. И выступал даже с концертами во дворце Гагарина, в дуэте со вторым гитаристом. Я все это очень хорошо помню. Это было самое начало 70-х годов. Но дальше действительно у меня были разные периоды в жизни. Я занимался и бизнесом, и потом и общественной деятельностью, и политикой. И всегда музыка сопровождала меня. Был период, когда это была рок-музыка, это был такой определенный прорыв, когда мы все просто, можно сказать, с ума сошли от того, что появилась возможность играть рок-музыку. Это было в середине 80-х годов, когда определенные послабления начались в стране, и в сфере культуры в том числе. И вот у меня в памяти вот эти два небольших кода, они остались как самые приятные воспоминания о музыке, когда я работал в созданной мной Алексеем Томановым группе «Мост», в которой до сих пор можно эти композиции найти во всех цифровых петринах. Может быть, это не шедевры, но это честно созданная музыка, но музыка эта крайне важна. Ну, дальше были еще коллективы «Морской патруль», и потом уже вот когда я восстановил некое свое умение, то тогда уже я стал какие-то сольные альбомы писать, и последнее время вот с Дмитрием Четверговым мы создали коллектив «Четман», потом вот Саша, ты к нам присоединился, и мне кажется, что это достаточно интересный проект, и то, что нам удалось в прошлом году выступить на фестивале «Монтрео», и получить хорошие отзывы, и по результатам даже наша одна из композиций нашей вошла в чарты, только не в Швейцарии, а во Франции. И это связано с тем, что мы через соцсети серьезно пиарили это произведение, и именно через наше выступление в «Монтрео» во Франции много любителей джаза, и много любителей фестиваля «Монтрео», и они через это увидели и познакомились с тем, что есть такая русская группа, фьюжн-группа «Четман». Ну вот, кстати, по поводу фьюжн-группы. Все-таки «Четман» — это некая такая концепция эстетическая, жанровая концепция. «Четман» — это спонтанное решение, или все-таки вы как-то шли к этой идее какое-то время? Ну, вообще, честно говоря, я всегда очень хотел поиграть какой-то джаз-рок. И у меня вот в жизни эта мечта не была реализована. То есть я поиграл и хард-рок, и поиграл нью-вейв, и еще какие-то другие стили, и поп-музыку, конечно. Немножко даже у меня был опыт игры традиционного джаза, совсем немного, но такой опыт был. Но вот такого джаз-рока, фьюжн, я никогда не пробовал. И вот как-то мы с Димой Четверковым приняли такое решение попробовать, что из этого получится. Взяли какие-то мои старые композиции, его старые композиции, и их адаптировали к вот такому фьюжн-джаз-роковому звучанию. И вот неожиданно получился такой проект, который пользуется определенным спросом, интересом в узком сегменте. Но именно те, кто любит джаз-рок, кто любит фьюжн, слушают, смотрят, у нас есть и видео. И еще раз повторю, что вот успех, который был в Монтрео, он дал определенный толчок. И если бы сегодня не пандемия, то я думаю, что этим летом бы мы еще запланировали несколько выступлений. Но давайте подождем, может быть, все-таки повторим наш опыт позапрошлого года поездки в Коктебель на знаменитый джазовый фестиваль, а может быть, еще и какой-то европейский фестиваль, если, конечно, все будет открыто. Давайте подождем. КОНЕЦ У вас в арсенале достаточно много очень именитых музыкантов, с которыми вы выступили в разной составе, с разной музыкой. Вот можете назвать три самых ярких впечатления от сотрудничества с какими-то тремя великими музыкантами? Кто это, кто эти три человека? Ну, конечно, это Джолин Тернер, с которым мне посчастливилось не только писать альбом, который мы делали втроем с Гленном Хьюзом и Джолин Тернером, но это была чисто студийная работа. А с Джолин Тернером мне посчастливилось вот сыграть несколько концертов, в том числе один здесь, в Дубраве. Он тоже есть на видео, можно в Ютьюбе посмотреть. Мне кажется, что это такое было замечательное, знаковое событие. Он, конечно, очень энергичный человек, от него исходит такая энергия настоящего такого классического рок-музыканта. Очень-очень интересно было с ним сотрудничать. Грэм Боннетт, которым тоже мы играли концерт, тоже очень интересный человек, притом он уже достаточно возрастной. И вот когда мы начали прогон, репетицию, и он так запел очень осторожненько, я думаю, ну все, это провал. Потом, когда он вышел на сцену, и он прямо раскрылся весь и запел, и это, конечно, будет потрясающе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, помимо этого, конечно, это Козлов, Алексей Козлов, знаменитый джазмен, саксофонист, Алексей Семенович, с которым мы также поиграли джем. То есть, меня вообще поразило вот его умение импровизировать, его каждый квадрат, это была какая-то история. Какая-то история, он вот описывал какие-то события. Меня вот его импровизация произвела очень сильное впечатление. Может быть, кстати, тогда еще Четмана не было, может быть, вот тогда какая-то идея у меня зародилась по формированию такой команды, как Четмана. Это было очень приятное сотрудничество, очень замечательное джем. Если, да, если мы находимся в Сергеевом Посаде, да, и я хочу отметить одного музыканта, Сергея Посадского, той эпохи, эпохи моей молодости, это Игорь Малыгин, вот с которым мне тоже посчастливилось сыграть пару корпоративов, так скажем, да, и пару отделений, и который меня очень, за просто эти два выступления очень многому научил. Он меня научил петь, он меня научил импровизировать во многом. То есть это вот из того, что произвело на меня определенное впечатление и повлияло на меня как на музыканта, начиная с Малыгина и кончая вот этими звездами. В Москово Сити Рекордс есть такой проект, очень интересно, недавно вы занялись, это и студия одновременно, это и цифровые витрины, и распространение аудио-видеопродукции новой. Вот скажите, вы как продюсер, наверное, имеете возможность немножко заглядывать в будущее. Вот есть у вас какие-то собственные представления, сценарии, как музыка будет развиваться в будущем? Технологически, эстетически, вообще по-разному. Очень интересный вопрос. Мне кажется, что каких-то глобальных новых течений и направлений наверное, уже создаться не может, хотя какие-то синтезы направлений новые создаваться, наверное, могут. И мы видим, что сейчас и рэп меняется, например, сейчас появляются интересные какие-то исполнители в рэпе. Далее мы видим, что сейчас некая импровизация уходит в танцевальную музыку. Сейчас появились модные коллективы, которые там играют на дэнсах, на больших, на стадионных каких-то дэнсах, когда играет один клавишник или один гитарист, сверху лупов каких-то, и там он импровизирует именно темы, которые приходят ему в данный момент. Это вот такой вот элемент джазовости. Я был удивлен, что сейчас вот именно в мире дэнс-музыки сейчас начинает доминировать вот такое направление. Но это нельзя сказать, что это какие-то новые стили. Это новый синтез каких-то стилей. Мне кажется, что все равно какие-то традиционные вещи, которые существуют, хард-рок, хэви-метал, если брать тяжелую музыку, классический стандарт джазовый, разные фьюжн-проекты, фанк-проекты, они все будут продолжать жить. Просто это все будет крайне, на мой взгляд, еще более сегментировано по площадкам, по цифровым витринам. Вот сегодня что мы видим? Действительно, вот этот проект Москва-Сити-рекордс, это не просто рекорд-лейбл, это некий продюсерский проект. Вот уже несколько проектов собственных Москва-Сити-рекордс есть. Это вот группа Монорага, которая выступала в том числе и здесь. Еще ряд проектов, и мы видим то, что абсолютно разный сегмент неожиданно становится в музыке востребован. Но какой тренд вот мы сейчас видим? Что максимальное желание визуализации. Люди сегодня не хотят просто слушать. Люди хотят это видеть. И сегодня не столь даже важно снять клип за огромные деньги, Важно содержание, суть этого клипа. Сейчас с появлением там айфонов и других мобильных гаджетов можно снять видеоролик просто на айфон. И это может собрать огромное количество аудитории и лайков, в том числе на витринах и в ютюбе, на цифровых витринах, в соцсетях. И, конечно, это меняет ситуацию. Просто музыка остается только для наушника во время спорта или за рулем машины. А если кто-то хочет что-то послушать, то все равно люди хотят уже это все увидеть. Это нужно понимать и учитывать сегодня всем, кто хочет развиваться и продвигаться в музыке. Но это про технологию. Теперь про эстетику. Вот вы сказали, что в 90-е годы фонограммная попса внесла такой серьезный урон и вообще в индустрию музыки и что наиболее неприятно в эстетическое ощущение публики. И все жанры, которые вы причисляете, но не настолько востребованы, как хотелось бы. Вот что нам, профессиональному сообществу, музыкальному, публике не хватает для того, чтобы эта музыка была более востребованной и имела более важную роль, играла более важную роль в жизни общества. Ну, все-таки нужно отдать должное и нужно сказать то, что все-таки сейчас времена меняются. И мы видим то, что уже живая музыка все больше и больше во всех жанрах. Уже сегодня, даже когда какая-то организация заказывает какой-то корпоратив, то уже люди даже далекие от музыки спрашивают, будет ли живое исполнение. Это уже, мне кажется, важно. И вот этот тренд нужно дальше поддерживать. Во многом это начало происходить от того, что много давления было в хорошем смысле слова, что много посылов было издевательских со стороны профессионального музыкального сообщества в адрес профессиональных в кавычках исполнителей под фонограмму. И я думаю, что вот эту борьбу надо продолжать. Я вам хочу сказать, что все-таки моя основная работа не музыка, да. Я управленцем работаю профессионально много лет уже. И я был один из авторов закона, который на самом деле действует до сих пор, просто его не всегда применяют. Мы с Васильевым Давыдовичем Кобзоном Покойным были соавторами этого закона не о запрете выступления под фонограмму, потому что, ну, если люди хотят... Тогда была большая дискуссия, это был 97-й год, как раз самый разгул фонограммы, если, там, что нам наши правовики говорили, если, ну, люди хотят слушать магнитофон и кривляющегося артиста на сцене под магнитофон и хотят за это платить деньги, ну, это их личное право, их низкий уровень образованности и низкий культурный уровень в целом. Поэтому мы запрещать не могли, поэтому мы, ну, и тогда, я скажу, и тогда и тенденций не было таких все запрещать, да, и парламент не так часто выпускал запрещающие законы, но тогда было принято решение внести в поправку в закон, кодекс о правах потребителя, да, значит, и там обязывалось, продюсеры обязывались на афише указывать, что приезжает исполнитель Пупкин и он будет выступать под фонограмму, то есть вас обманывать, грубо говоря, когда-то это использовалось, когда-то не использовалось, все зависело от региона, от города, и, собственно говоря, были моменты, когда прокуратура даже реагировала на это, но в конечном итоге, конечно, это дало какой-то эффект, но не основной. Основной эффект все-таки дало то, что давление профессионального сообщества было, именно информационное, и люди все-таки стали понимать, что все-таки лучше слушать живую музыку, это радует, но это давление нужно продолжать. Вот сегодня еще важный момент какой, мы видим, что вокалисты все время получают какие-то заслуженные артисты, народные артисты, все время какие-то звания, есть конкурсы много, про инструменталистов нет ничего, значит, мы там сейчас вели кое-какие переговоры, действительно, получается, что и ни конкурса нет никакого, вот сейчас Moscow City Records проводил как раз конкурс среди бас-гитаристов, как пробный был вот такой проект, чтобы именно поддержать инструменталистов, начали с бас-гитаристов, дальше мы пойдем по другим музыкальным профессиям, но получился очень хороший отзыв, и, ну, во-первых, очень хорошие были призы, хорошая американская бас-гитара была, основным призом были эффекты обработки звука, и вышел в конечном итоге альбом на цифровых витринах, сборник всех артистов, которые принимали участие в этом конкурсе. Вот мне кажется, сегодня нужно максимальное усилие прилагать для продвижения вообще инструменталистов, не только в инструментальной музыке, но и инструменталистов вообще, потому что сегодня они немножко незаслуженно забыты, и это не совсем справедливо. Окей. Давайте помечтаем, Михаил Александрович. Музыкальные события вашей мечты, как вы его себе представляете? Возможно ли это? Ну, вот, недавно я увидел в сети, когда несколько сотен музыкантов, барабанщиков, гитаристов, бас-гитаристов, вокалистов, клавишников, на открытой площадке, на стадионе сыграли одну, там, знаменитую вещь, Депешмот, по-моему, да? И это произвело впечатление. Вживую просто все играли. Это было там 50 барабанщиков, там 100 гитаристов. Это было замечательно. Такое же шоу я видел, когда из альбома «Стена» Пин Флойд тоже исполняло вот огромное количество. Вот, мечта, что-нибудь сделать подобное в России. Только нужно подобрать какую-то композицию, чтобы она вот была настолько и популярная, и хороша для такого массового исполнения. Нужно подумать, но это вот было бы замечательно, мне кажется. Ну, в завершение нашего интервью, дайте совет от Михаила Мени, пожалуйста, как научиться любить и понимать настоящую музыку? Ну, первое, то, что нужно максимально искать информацию, которая интересует, и впитывать ее в себя. Сейчас возможности, по сравнению с теми возможностями, которые у нас были в 70-е годы, но существенно разнятся. У нас не было никакой информации. Вся информация была, это катуршечный магнитофон, который с 19-й скорости ставили на 9-ю, и снимали фразы наших кумиров на гитарах, которые они исполняли. Тексты тоже мы снимали со слуха, и я бегал к Юрию Николаевичу Соржевскому, нашему классному руководителю, директору школы, чтобы он помогал мне снять тексты Битлз. То есть не было никакой информации. Сейчас есть абсолютно все. Поэтому нужно все-таки почувствовать, что ближе, какой стиль ближе, и уже дальше начинать рыть, в хорошем смысле слова, по открытым источникам информации и находить максимальную информацию об этом стиле. И тогда вы начнете погружаться в этот стиль, и я думаю, что это сыграет очень серьезную роль для дальнейшего развития. Нельзя себя там, если вы любите хард-рок и чувствуете драйв от этого, нельзя попытаться сразу сходу себя переформатировать на другой стиль музыки. Это потом придет. Потом придет, если вы глубоко погрузитесь в один стиль, потом, вот как у меня это происходило, потом с возрастом я приходил в другие стили, и сегодня я не могу сказать, что я там люблю какую-то одну музыку. То есть я слушаю и классическую музыку, и тяжелую музыку, и джаз, и фьюжн, и хорошую, добротную, популярную музыку. То есть, но все равно надо погрузиться сначала в то, что тебе нравится в данный момент, от чего вот ты ловишь драйв вот этот, а потом уже дальше пойдет развитие. Не надо себя пытаться заставлять. Вот хороший пример, вот как-то мой товарищ привер, когда я увлекался тяжелой музыкой, любил Дзеппелин, любил Диперпл, он привез мне пластинку Полис. Я ее поставил, много слышал об этой игру, поставил, прослушал, и не понял. И не понял, думаю, ну какая-то ерунда, еще они втроем играют, и как-то все это плоско записано, что-то как-то вот я сам не понял сначала. А потом прошло время, потом прошло время, и я через там много лет понял, что это такое, что это действительно там явление определенное в музыке. То есть, все приходит вполне со временем. И даже Дзеппелинг, многие композиции я понял сейчас. Не тогда, да, когда был набор их классических произведений, которые мы все любили, а многие другие не понимали. И многое стало очевидно только сейчас. Поэтому всегда лучше, вот выражаясь молодежным сленгом, от чего ты кайфуешь, погрузиться в это, а дальше от этого ты будешь отталкиваться. Зато тогда ты будешь во внутренней гармонии с самим собой находиться. Спасибо, Михаил Александрович. Это очень интересно. Дорогие друзья, это был Михаил Мень, один из организаторов группы Четман, которую вы сегодня сможете увидеть на канале Культурно-Психотского центра Дубрава имени претерия Александра Меня в рамках фестиваля Дубрава Музыка, а также на телеканале ТВР24. Спасибо, Михаил Александрович. До свидания. Спасибо, успехов. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok